Здравствуйте! В эфире программа ДПС. Меня зовут Анастасия Бойко. И прямо сейчас о главных темах. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Два человека пострадали в ДТП из-за пьяного автомобилиста. Неадекватный парень сел за руль фан-карга и поехал на Станиславского. Вырулил на встречную полосу, и машина врезалась в Короллу. Две пассажирки седана будут лечиться амбулаторно, а инициатору аварии грозит лишение прав и штраф в размере 30 тысяч рублей. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Пенсионер на Королле госпитализирован с отрясением и ушибами. Мужчина рассказал, ехал по магистрали в сторону города. Внезапно в его авто врезалась неустановленная машина. Тойоту от удара развернуло, седан вылетел в кювет. А второй участник быстро ретировался, а сейчас его разыскивают. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Стали известны подробности смертельного ДТП на Курчатова. Виновник аварии, водитель автобуса, ранее уже спровоцировал аналогичную трагедию. 28 сентября прошлого года автобус переехал 12-летнего школьника. В этот раз 44-летнюю женщину, которая шла по зебре. Причина, по которой шофер продолжил трудиться в депо после первого инцидента, пока не ясна. Еще одна женщина-пешеход получила травму головы на проспекте Димитрово. Пострадавшая переходила дорогу вне зоны перехода, но не дошла до разметки чуть больше двух метров. Водитель Хонды не успел затормозить. Медики не смогли спасти 15-летнюю пассажирку Байка. Девушка каталась с другом на двухколесном рейсере по улице Виктора Шевелева. На перекрестке Приус начала поворачивать, но малолетний мотоциклист, видимо, не заметил машину. Его спутница упала и получила смертельную черепно-мозговую травму. Отмечу, на девушке не было защитного шлема. Байкер попал в реанимацию, а беременную владелицу Приуса госпитализировали, чтобы исключить угрозу жизни еще нерожденного ребенка. Въезд на Дамбу ГЭС для больших грузов запрещен. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и Дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Ограничение распространяется на сквозной проезд для машин, грузоподъемность которых больше 3,5 тонн. Такие автомобили разрушают асфальтобетон, но водители не компенсируют затраты на ремонт полотна, так как не являются дальнобойщиками и не зарегистрированы в системе Платон. Под запрет, кстати, попадают такие марки авто, как Урал, Зил, МАЗ и ГАЗ-66, наиболее известные как Шишига. В ближайшее время специалисты установят на участке 16 предупреждающих счетов и информационных знаков. Но мы продолжаем. Новосибирец накопил рекордное количество штрафов. Нарушать ПДД для него оказалось привычным делом. За несколько лет мужчина получил 91 протокол в общей сложности за превышение скорости. Общая сумма долга составила 100 тысяч рублей. И долгое время приставы не могли определить местонахождение должника и поэтому объявили его в розыск. Даже после этого автомобилист не собирался гасить долги. Однако накануне мужчина совершил покупку, сделку с недвижимостью, но не смог рассчитаться. Оказалось, что подобные действия для должников запрещены. Буквально на следующий же день Новосибирец оплатил все административные штрафы. Дизайн-проект модернизации Зальцовского парка вынесли на всеобщее обсуждение. Теперь жители города могут высказать и свои предложения. Пока, судя по предварительному макету, в парке предлагают сделать главную аллею, велодорожку и тропинку для скандинавской ходьбы. Для людей с особенностями здоровья создадут зону, на которой будет выложена тактильная плитка и установлены мнемосхемы. А парковка, которая сейчас находится практически на территории парка, будет перенесена. Посмотреть проект благоустройства Зальцовского парка можно на муниципальном портале Новосибирска. Тем временем в подземке продолжают устанавливать металлодетекторы. Их смонтировали еще на трех станциях метро. Рамки появились на площади Маркса, Зальцовской и Сибирской, там, где проходит наибольшее количество пассажиров. Такие конструкции нужны для обеспечения безопасности на общественном транспорте. Ведь с их помощью можно вычислять запрещенные предметы. Всего в этом году разместили 15 металлических сканеров, так рассказали в пресс-службе Новосибирского метрополитена. А в следующем году работа по установке приборов будет возобновлена. На участке Каргатской трассы сделали ремонт по новой технологии. Там опробовали метод объемного проектирования асфальтобетона. Согласно прогнозам, дорогу теперь придется реже восстанавливать, ведь межремонтные сроки должны стать больше. Добавлю, на трассе Иртыш уложили асфальт, оборудовали откосы, восстановили водопроводы, а также привели в порядок тротуары. Возле пешеходных зон появились ограничители, разметка и светофоры. Ввести объект в эксплуатацию намерено уже в октябре. Ну а в России может появиться первый умный караван. Туда будут входить от 8 до 25 беспилотных грузовиков разных автопроизводителей. Машины смогут ехать на небольшом расстоянии друг от друга. И предполагается, что первое время платунинг будет передвигаться по территории Республики Татарстан, Чувашии, Краснодарского края, Московской, Ленинградской и Самарской областей. Проект позволит перевозчикам сэкономить на топливе и зарплатах водителей. Однако эксперты автостата отмечают, что из-за платунинга большинство дальнобойщиков останутся без работы, а российские дороги пока не предназначены для беспилотных караванов. Кстати, этот проект хотели запустить еще в прошлом году, но тогда Минтранс не одобрил инициативу. К другим темам. С начала года цена автостраховок стала меньше почти на 5%. Об этом рассказали аналитики Центробанка. Сейчас средняя стоимость ОСАГО составляет 5300 рублей, а КАСКО 26 тысяч. Эксперты связывают это с расширением тарифного коридора и конкуренцией между страховыми компаниями. Еще одной причиной стало появление полисов с франшизой. По ним автомобилисты могут застраховать машины не от всевозможных случаев нанесения ущерба, а только от нескольких. Добавлю, в скором времени ОСАГО планируют отменить территориальные и мощностные коэффициенты. Это позволит формировать индивидуальную стоимость страховки для каждого автомобилиста в зависимости только от аварийности. Специалисты выяснили, что чаще всего говорят в свое оправдание водители, которые превысили скорость. 18% опрошенных автомобилистов отметили, что опаздывали на работу. 14% утверждали, что просто ехали со скоростью потока. 11% не увидели знака ограничения. Но большинство водителей уверяли, что не заметили, как превысили. Самым оригинальным оказался ответ одного из автолюбителей, который рассказал, что вез домой горячую еду и не хотел, чтобы она остыла. Эксперты также установили, что женщины реже превышают скорость, чем мужчины. 4 тысячи машин утонули у берегов штата Джорджия. Если вы в ближайшее время планируете покупать авто из Америки, до сделки лучше сделать независимую экспертизу. Из-за попадания влаги машина может быстро выйти из строя. Наши зарубежные коллеги сняли видео перевернувшегося судна. По предварительной информации, на борту были Ки и Хюндай. Машины эвакуировали достаточно быстро, члены экипажа не пострадали. Но про состояние транспорта информации пока нет. Далее о выпуске рубрика «Две беды» – это кадры аварий, которые попали в объективы камер видеорегистраторов. Далее о выпуске рубрика «Две беды» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На этом все. Если вы стали свидетелем аварии, присылайте записи с телефонов или видеорегистраторов на почту, а также не забывайте подписаться на аккаунт программы в Инстаграм. В студии работала Анастасия Бойко. До скорой встречи в ДПС на УТС.